В календаре Ульяновской области 20 декабря теперь будет отмечено как День Добра, посвященный благотворительности и волонтерству. Об этом заявил глава региона Сергей Морозов на встрече с представителями Ульяновских добровольческих движений. Мы объявляем начало Дня Добра именно такого огромного проекта, который будет реализован ежегодно на территории Ульяновской области. День Добра именно сегодня объявлен в Ульяновской области. И сегодня это найдет отражение в календаре наших знаменательных и памятных событий. В рамках встречи губернатору был презентован проект по развитию добровольческого движения в регионе. Главным его направлением организаторы считают социальное служение, в частности активная работа так называемых волонтеров-медиков. После 2013 года, когда впервые заговорили в институте имени Пирогова о том, что вот есть такое направление как волонтеры-медики, и до 2016 года, то есть прошло три года всего лишь, всего-то, и такой некий федеральный тренд пришел к нам в Ульяновскую область. Когда мы начали поднимать бумаги, мы поняли, что в принципе-то у нас оно уже все давным-давно есть, и люди-то у нас работают. Просто мы не называем себя волонтерами-медиками. Поэтому вот данное мероприятие, оно направлено на то, чтобы объединить всех. Работа объединения будет вестись по восьми приоритетным направлениям, среди которых профориентация, донорство, сопровождение спортивных мероприятий, помощь медперсоналу и профилактика заболеваний. Как говорят сами добровольцы, волонтерство – это мотивация и успешный старт для будущей карьеры. Волонтерство – это отличная стартовая площадка для воплощения, наверное, своей будущей карьеры. Во-первых, это огромное количество новых знакомств, которые позволяют развиваться. И, наверное, волонтерство – это не просто какая-то деятельность, это стиль жизни. Количество волонтеров, работающих на территории области, посчитать трудно. Число постоянно колеблется – от 700 до 1000 человек. Но все же желающих безвозмездно помогать людям с каждым годом становится все больше. Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульянской правды.